А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Всем привет народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Амур, которая у нас уже пройдена на 93%. Итак, чем нам нужно сейчас заняться? Мы лес возили. Думаю, блин, техника рядом, свободно возле склада. Короче, сейчас нужно все переделать под привозку всякого брахла. И бандита нужно сделать под кран. Давайте эвакуировать. Эвакуация принять, тюнинг. Дрова нам уже не нужны, поэтому дрова мы можем полноценно продать. Так, продать, принять. Кран. Это установить, это нормально все. А дело продать. Все. Я думаю, что движок оставим ему и коробку оставим. Хотя движок, не знаю, я бы поставил чуть послабее, чтобы он меньше буксовал. Так, хорошо. Бандит есть. Нужно определиться, что нам сейчас делать вообще-то. А я бы такой, что отсюда еще кирпичи забрал бы. Давайте начнем по порядку. Комплекс альфа. Итак, нам нужно бочки с топливом. Кстати, вчера после серии обратил внимание. Смотрите, здесь топливо. А вот здесь бочки с топливом. То есть разные вещи получаются. Хотя я думал, что это одно и то же. Короче. Бочки с топливом. Две. Это все на один и тот же склад. Окей. Так. Что у нас здесь есть? Короче. Цемент, бочки с топливом, бетонные блоки. То есть два. Четыре. Восемь. Восемь мест вот отсюда нужно взять. Учитывая качество дороги. Восьмерку мы можем привезти оттуда. Прям вообще без проблем. На завод. Но если мы приедем с восьмеркой, ее придется продать. Мы ее потом снова не заюзаем нормально. Но нам реально нужно восемь мест. А песок где там брать? А песок с этого склада. И учитывая куда ехать, было бы неплохо так же и отсюда просто забрать часть. Или на двух машинах съездить сюда. И потом сюда вернуться. Просто чтоб на две влезло. Два. Четыре. Шесть. Десять. О, пять мест как раз получается. Как раз пять мест. Хотя в то же время здесь у нас металлические балки, которые нужно взять здесь. Снова бетонные блоки. Блин, короче, нам нужно очень много всего. Если я с восьмеркой, кстати, сюда заеду и буду полгода выворачивать отсюда. В идеале, наверное, вместо восьмерки просто взять два грузовика, туда заехать. Даже не два грузовика, а две этих. Вот что у нас там есть. Давайте посчитаем на полную эту миссию. Бетонные блоки. Два. Этого нет. Песок нет. Бочки с топливом четыре. Восемь. Как я так посчитал? Два. Шесть. Восемь. Десять. Двенадцать. Типа песок, да? Ну, просто тут же металлические балки есть. Деревянные доски где брать? Отсюда везти. Кстати, у нас тут сколько их? Двенадцать штучек? А, у нас там четыре всего влазят. В идеале сделать, чтобы сюда что-то влазило. Ну, тогда нужно заехать эти прицепы два забрать. Я просто не знаю, на чем нам ехать. Просто восьмерку не хочу таскать, потому что это будет долго и нудно. Короче, мы сейчас сделаем бандит пятерка. Мы тут заберем трубу одну. И нужно еще дереванить склады вот эти вот. А что здесь нужно взять? Потому что, смотрите, тут два кирпича загрузят. А этот потом заберем. То есть два. Бетонная плита нужна куда-то? Бетонные блоки только. И топливо три штуки. А нужно будет такое нам? А, стоп. Топливо три штуки, бетонная плита, это уже пять мест. А вот так вот семь. Бетонная плита нужна будет. Но попозже. Короче, нужно все просто в нереальных количествах возить. Да и все. Давайте просто начнем с того, что есть. Чтоб не париться. Поэтому бандит берем пятерку на него. Просто потому, что ему с пятеркой будет легче. Я понимаю, что какую-нибудь четверку можно было бы взять и кузов себе. Но... И мучить попроще с пятеркой будет. Четверку пусть мазы таскают. Так, фары врубаем. Сейчас немножко выйду отсюда. Еще кразик-то пахнем. Так, кразик. Иди сюда. Эвакуация. Эвакуация. Принять. Тюнинг. Что нам там нужно? Низкое седло установить. Распуск продать. Отлично. Так, назад. Все. Покинуть гараж. Покинуть гараж. И берем, как всегда, пятерочку. Так, только пятерку бортовую. Отлично. А, нам же нужно будет на кразе лучше вытащить. Я думаю, мы сейчас знаете, как сделаем. Мы сейчас просто загрузим. Поедем на двух машинах. На один склад. На каких-то других. На другие склады поедем. Просто будем тарить их до последнего. Наверное, так лучше зацепим. Так и денек сделаем. Короче, мы сейчас едем вот на этот склад. И будем тарить по потребностям. Будем сейчас чекать миссии, чтобы понимать, что нам нужно туда грузить. Просто эти автомобили у нас самые затратные по топливу получаются. А мазики менее затратные. Их можно будет отправить дальше и на более тяжелые грузы. Что-нибудь отправим еще куда-нибудь. Потому что нам нужно будет кирпичи собрать, чтобы песок не катать с этим, с цементом. Хотя вроде бы там недалеко ничего сложного нет, но все равно. Кстати, подожди. А мы бы возили их или там они валяются? Неизвестно. Надо бы проверить. Кстати, там есть на чем проверить это все дело. Главное потом не забыть. Хотя, скорее всего, забуду. Фары вырубим. Не знаю, проедем мы тут, не проедем. Нам нужно до нашего любимого спуска доехать. Кстати, в комментах писали про тот спуск. Ну, я так понял, что про тот. То, что он реально удобный. Согласен. Но просто уже серии далеко зашли. Нам сейчас просто... Ну, чтобы вы понимали, эта серия выйдет дней через 10. А сегодня, по-моему, вообще число 7 где-то. Или шестое. Про SnowRunner такая игра, которую я сразу снимаю там дофига серий пытаясь снять. Бывает такое, когда день в день. Но в данном случае сейчас они прям идут вперед списка, потому что как бы вчера... Это какого вчера? 6-го числа вчера поставил Форзу. Еще же Форза как бы выходит. Ну, вот. И поэтому нужно много, много, много всего. Плюс еще выходит этот разборка кораблей 10-го числа. Ну, хотя уже на момент выхода этого видео она уже вышла. Разборка кораблей. Ну, по крайней мере, должна выйти. Уже официально вышел этот симулятор строительства домов, который мы прошли давно. Короче, просто очень много всего повыходило. Даже вон там симулятор свалки, который мне дали ключ, наверное, уже месяц назад. То, что он вышел официально. Я его еще даже не снимал. Я его только демку снимал и все. Ну, этот и пролог. Поэтому ее тоже хочется поснимать. Плюс вышла новая DLC-ка на бас-симулятор. Или карта новая. Я уже не помню. Что-то там новое вышло. Короче, куча игр установлены. Памяти уже не хватает на них. Все хочется переснять. И поэтому иногда, знаете, проще с одной игрой покончить. И потом взяться за другую. А плюс-то еще как бы у нас та карта старая здесь. В SnowRunner. Нужно что-то посвежее еще брать. Ну, типа этот сезон. Или не сезон. Год. Год второй нужно брать еще. Что-то на второй так неуверенно едет. Хотя пытался ехать уверенно. Склад. Так. Ой-ой-ой. Грузимся. Так. Смотрите. Что нам надо? Смотрим чисто по потребностям. Бетонные блоки. Нет? Нет. У нас тут, короче, только песок. Песок. Песка два. Надо сейчас посмотреть следующее. Что нам нужно следующее ввести? Так. Средние трубы где? А там только малые были, да? Доски нет. Бетон. То есть нам отсюда нужно взять две балки металлических и два песка. То есть мы сейчас сюда грузим один песок и две балки. Сейчас развернемся. Потом загрузим один песок в этот. В бандита. Что не так? Что не так? А что он не ехал вперед-то? Да уж заряжен полностью. Что он не ехал-то? Ему что, реально так тяжело? Видели, он тронуться не мог. Я смотрю, расход растет, он с места не трогается. Или, может, тормоза тут как-то лагают? Или ручник лагает? Так. Так, все. Глушим. Пересесть. И бандита сейчас нужно будет сразу на следующую миссию проверить, что нам нужно. или загрузить кирпич и поехать на нем. Так. Бандит. Нам тут, получается, нужен один песок. Типа, в теории, было бы удобно проехаться вот сюда. Но у нас куча топлива идет. А тут нужно раз-два. Тут еще в идеале взять вот эти две, ну, одну плиту, это четыре. Рулоны, может, какие-то. А на этом мы еще в идеале вот отсюда забрать средние трубы. Средние трубы там рядом будут проехаться. Значит, ну, вот это все мы загрузились на комплекс альфа. Теперь комплекс... А, комплекс бета следующий. Большая труба. Ну, это с завода, да? Да. Средние. Снова средние есть. А средние на заводе не делается? Один нам средние брать потом. А тут еще доски. А реально, где средние брать? Малые. Понял. Хорошо, средние отпадают. Малые трубы две. Ну, вот, пожалуйста, малые трубы две. Наших нигде нет? Не завалялись там? Малые трубы? Халявные. Нет. Не завалялись. Ну, соответственно... Блин, а тут еще две металлические балки нужны. Ну, ничего не поделаешь. Малые трубы загрузим. А то металлические балки. Раз. Два. Все. Две машины загружены. И потом дальше так же по потребностям будем кататься. А два маза сейчас возьмем. Слушайте, ему тоже тяжело. Что-то такое происходит. Понять не могу. Ехать не можно. Он же заряженный тоже полностью. Нафигеть. Я не знаю, что с ними не так. Но что-то им прям очень тяжело. Затем, главное, активно сдает вперед. Ехать вообще не хочет. Странно, как еще колеса не отворились. От того, что дотронулся до ящиков. Так. Карта. Что у нас есть еще ненужного, незаюзанного? Хан Маршал. Пусть пока что валяется. Это Ярик. Это Мазда. 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 Это Мазда. КамАЗ. КамАЗ не. Ну, то есть у нас вот получается. Еще две машины есть. Ну, пофиг. Так и будем ездить. Сейчас заедем на этот, на завод. Посмотрим, что там. Может есть, что грузить. Хотя, скорее всего, оно бы подсвечивалось. Я просто не помню. Я помню, что мы катались, что-то возили, огрузили, забирали или нет. Не помню. Лучше проверить. Нам тут все равно тут заехать чуть-чуть. Ничего. Так. Эвакуация. Принять. Тюнинг. Модуль кузова. Бортовая платформа. Запасное колесо посадить нельзя. Высокое седло. Ну, пусть пока что будет. Кран-погрузчик. Продать. Назад. Назад. Покинуть. Блин, четверки было бы хорошо забрать оттуда, но вы понимаете, что это фиговая идея. Кстати, фиговая идея. Нам нужно будет сюда спускаться, вот отсюда выехать, чтобы быстрее. Чтобы вокруг не ездить. Да? Да. Только придется, наверное, по очереди прокатиться. Да пофиг. Просто реально прицепы далеко. Надо было тогда, наверное, топливо все заюзать с них. С прицепов поотвозить туда. И потом, если что, цеплять и катать. Куда-нибудь. Так. Где наша четверка? Есть что-то получше четверки? Восьмерки. Хотя, знаете, на самом деле, можно было бы туда и восьмерку, но если бы там было где развернуться, нужно было бы восьмерку. Так. Следующий мазик. Где он есть? Ну вот он. Ну вот он, вот он, вот он. Так. Блин, в идеале нам еще один маз. Какой-нибудь, я не знаю, с каким-нибудь прицепом. Потому что в нем топлива много. Че хотел поставить? Я уже не помню. Че я реально хотел поставить? Вот. Бортовая платформа. Так, лес. Продаем. Назад. Назад. Покинуть. А, ну хотя, слушайте. Мы же сейчас лишнего загрузим, поэтому какие-то платформы придется там. Оставить. И тогда уже тебе точно заюзаем оттуда. Купить. Все, поехали. Так, пересесть. Запускаем движок. Поехали. Мне нравится, когда, знаете, цеплять можно лебедку по центру прям. Тут офигенно. Реально очень удобная штука. Взял, зацепил, да и все. И пофиг тебе на все. Так, на понижайке буду спускаться, чтобы мы тут не убились на спуске. Я вижу, что он меня подталкивает. Ну а что поделаешь? Причем активно подталкивает. Надо автомат подрубать. Будто убить меня хочет. Ты че, блин? Челкнутый что ли? Если че, я его отцепил. Прицеп-то мне зацепился хоть? Фиг его знает. Непонятно, за что лебедка тут зацепилась. А, про прицеп спрашиваю. А, я его даже не заглушил. Ну так, пусть толкает. Все равно мы его сейчас будем выдергивать оттуда. О, цистерны не прорисовались. Какие они страшные. Так, ну че там? Все хорошо? Мы едем? Дизеляка коптит, капец как. Сейчас дойдем максимум, сколько сможем. Потом отцепим, выйдем на дорогу. Зацепим и поедем дальше. И будем так же смотреть, что нам нужно грузить на следующие миссии. И на текущую. Что-то там бьет в прицеп меня. Ну, вроде едем. Все равно экономия времени. Тут сейчас кто-то провалится. Ну, да пофиг. Я вообще проехал как по маслу. Дай, он сейчас проедет нормально. Фиг провалится. Угу. Нормально вообще, кстати, проехал. Ой. Задний ход немножко. Не вписался. Бампером еле дотронулся. Но урон словил. Так, тут сейчас просто он поедет в елке куда-то. Поэтому проще самому тут сейчас прокатиться. Урон. Не, без урона. Ну и хорошо. Ну, а тут можно будет зацепить. Вот повороты вроде широкие с виду. Так, давай. Потом нужно будет, наверное, еще кого-то пригнать этого топливозаправщика. Где там цистерна есть? Ну, а мы подтянем Яриком, если что. Правильно? Я ж не приверну сейчас? Не. Яриком подтянем тогда туда, чтобы там заправляться можно было. Блин, прицеп нужно было грузить не так, как я загрузил. Ну, да ладно. На бандит. Нужно было, чтобы трубу можно было полегче забрать и побыстрее. Капец, бедный прицеп. Ну, еще, главное, что мы едем как-то. Только углы буду брать пошире. Чтобы мы нормально вписывались. Выехал. Выезжает. Нифига там поворот какой угол. Я думаю, он уже выехал давно, он там еще по снегу катается. Ну, хоть дерево не зацепил, это уже хорошо. Из КамАЗа нужно будет топливо слить. Потому что, ну, нам там не нужно. А, у нас же баки есть. На второй ходке тогда сольем. Не догоняет. Странно. Зато ехать. Близко. Тут хоть много всего возить, но тут хотя бы можно так. Раз там одна ходка, вторая, третья, четвертая. Все, готово. Все. Не так, как с дровами, что нужно миллион раз прокатиться. Все попроще. Так, побольше это, наверное, лишнее сейчас, да? Ну, выезжаем. Слушайте, ну прям вообще отлично, по-моему. Не, повышение, наверное, сейчас пока что дорогу разбивать не будем. Нам тут кататься еще несколько раз. Ну, комплекс Альфа, я думаю, сейчас прям очень быстро отлетит. Мы сейчас получатся бочки с топливом. Цемент загрузим. Бетонные блоки загрузим. Место очень быстро закончится. Повышайка такая интересная. Вроде хочет ехать, а вроде и не может. Не, сдох. Ну, сейчас поехал. Ой, снежочек. Все, летим или не летим. Четвертая передача, по ощущению, как первая была. Интересно, нафига-то дорога по льду. По ней, типа, быстрее должно быть? Мы же по ней вроде катались, но как бы она, ну, далеко не супер с виду. Или там, типа, в одну сторону нормально, в другую не очень. Мне кажется, это абсолютно нормально. Ну, чуть дальше проехать. Давайте чекнем. Ну-ка, типа, нам сюда хлоп. И вот сюда, или вот сюда. Но простания здесь чуть больше. Ну, по говнам, ну, вот только одно говно. Больше нет. Здесь, тут вниз не супер быстро. Тут говно. Тут река. Тут мостик какой-то дебильный. Тут по льду и наверх по льду выскакивать. Но, такое себе. Лучше проехать чуть больше. Получается, мы сейчас один прицеп полностью разгрузим. А еще один нам придется этот ставить. Или нет? Мы сейчас посмотрим, что там на второй раздел миссии нужно будет. Или нужно, знаете, как привозить прицепы и какую-то тачку там оставить, которая может их таскать. И просто, чтобы она могла там раз прицеп зацепил там куда-то туда-сюда, там покатал, покатал их там и все. Так, этот столбик наш будет, судя по всему. Или впишемся. Близко. Главное, чтобы прицеп проехал. Отлично. Так. Отцепляем и поехали. Там просто будем выезжать. Там просто раньше можно будет или пятку зацепить и все дела. А сюда нормально заедем. Потому что въезд такой же, как на другом складе. Или на складе. Но просто же до станции. Главное не забывать, что мы грузим. Так. Нам нужно. Нубочки с топливом. Раз, два. Прицеп. Цемент. Раз, два, три, четыре. Все. Бетонные блоки остались. Ой, рано начал поворачивать. Так. Пересаживаемся. И поехали грузиться дальше. Сейчас мы возьмем два блока бетонных. А дальше посмотрим, что мы будем брать. Бетонные блоки. Берем. Наверное, в грузовик берем, да? Раз, два. Альфа. Что я хотел? А, карту открыть. Альфа. А тут всего три наименования, да, у нас? Цемент, бочки, блоки. Так. Еще два бетонных блока. И четыре цемента. Два бетонных блоки, цемент, бочки с топливом. Два цемента. Так. Еще два блока и два цемента. Цемент останется до следующей миссии. Раз, два. Раз, два. То есть два цемента еще нужно будет тут взять. Но мы это уже потом будем брать, когда мы немножко разгребемся. Чтоб не путаться. Потому что нас автоматом переключит на следующую миссию. И так будет немножко попроще. Первым, я думаю, должны заехать эти, как их зовут. Наши с полуприцепами. Потому что на них проще кататься. На этих четверках задом фикс дашь еще. Поэтому предлагаю сейчас взять и просто на них поехать. Так. Фары включаем. Лебедку. Да пофиг куда ее цеплять. Движок запускаем. Потихонечку поехали. Ехать нам не близко. Ну а сейчас бочину будет бить. Ну как обычно, в принципе. Да без этого. Сейчас повышайку воткну, а пусть догонит меня еще. Все. Вроде едем. Кстати, надо чуть поближе. О, нормально. То где-то потеряется по пути. По факту-то, нам сейчас только песок нужно разгрузить. На этих двух машинах. Реально только песок нужно разгрузить. Нифига, мы сели. Давай подталкивай там что ли. Мазы тут пролетают. Вообще даже не чувствуется. На этих что-то прям тяжеленько. Хотя там еще на складе было непонятно. По весу. Видно было, что им очень тяжело. Блин, а понижайку воткну. Не, все, мы стоим. Бандит, давай подталкивай хоть немножко. Странно, что крас не едет с таким весом. Может они его тоже подрезали, кразик, немножко. Потому что он должен ехать. Сейчас упремся в дерево в это. На подвижку стукнуло. Ну хоть не остановились, уже плюс. Потому что останавливаться здесь как-то не очень хотел бы. Так, ну дальше-то пойдем, наверное, или нет? Офигеть просто. Ну, так мы своим ходом уже едем. Лебедка не натянута. Типа каждый своим ходом едет. Но никто никого не тянет, не толкает. Потому что даже в одну харю тяжело. Не знаю, может уже пора автомат подрубать. Но тут такие говна есть. Не хотелось бы тут зарываться. Да, по-моему, сейчас уже начнем тянуть. Да, либо так она тянулась. То есть кразик чуть быстрее идет. Чуть-чуть быстрее кразик идет. Расход какой. Уже 100 литров ушло. Только из гаража выехали. А нам еще ехать и ехать. Так, что-то все. Дерево. Я понял, дерево подтолкнет. А, нет, поехали. Думал, дерево. Мы просто остановились. Так. Да, ну, я снова остановился. И бандит не едет. А, это бандит тормознул. А там же дерево валяется. Может он за него зацепился? Ну, а так я и без бандита нифига не еду. Че за фигня? Капец. Че-то они очень странно едут. Помните, как они летали? Мы любые грузы возили. А восьмерки таскал на нем. На кразе. А мы сейчас пятерку вытащить не можем. Просто зарываемся. Как это называется? Тупо на лебедки не едет. Это че-то новенькое. Это прям вообще че-то новенькое. Не, ну, допустим. Надо заглушить. Давайте хоть время чуть промотаем. Может им реально что-то валяется? Я просто не вижу. Но тут мазы проезжали. Они даже в землю не погружались. А у бандита серьезно. Дури не хватает. Топовый движок. Ему дури не хватает. С места тронуться. Офигеть. Нормальный прикол. Я думал он поедет. Он зацеплен? Может мы везем что-то с собой? Какие-то кусты там. Или я не знаю. Или это песок так влияет. Ну, че-то они прям вообще не какущие сегодня. Проходимости. Я их аж не узнаю. Реально, походу, их пофиксили. В какой-то момент. Ну, прям вообще не едут. Тупо не могут ехать вообще. Ну, причем резина так грязевая. Должны ехать. И движки самые мощные. Все прям самый топ. Ну, тут взяли и поехали. А че поменялось-то? Ничего не поменялось. Реально ничего не поменялось. Но тут проехали нормально. Какая-то фигня странная там происходит. Повышаечка. 23 литра расход. Давно я такого не видел. Так, ну никто тут не повернется, не потеряется. Поэтому можно даже назад не смотреть. Главное смотреть вперед, чтобы знать, куда мы едем. Ух ты, блин, нифига там. У меня ж прицеп чуть не перевалился. Ну так, а вот тут мы дрова потеряли. Это было эпично. И как раз вот видно ледик. Везде видно свежий ледик. Это вообще идеально, проехали. Сейчас еще по камушкам немножко. Нифига, дрифтанул на них. Так, нам главное прыгать в этот лед. Иначе мы можем остановиться. Ну, вообще идеально. Даже не почувствовал. Я думал, повышайка сдохнет. Она даже не сдохла. Нужно будет еще раздеребанить вот эти вот склады. Ближайшие. На каких-то машинах. Чтобы просто уже потом окончательно кататься только на дальние склады. Или может еще машину купить. Я поехал бы на том Камазе, но у него проходимость слабенькая. Поэтому его брать вообще не вариант. Нужно что-то такое проходимое с хорошей резиной. Сейчас кто-то перевернется, да или нет? Или тут нормально все? Да, вроде норм. Прицеп так скачет. Такс. Чего у нас тут? Куда мне заезжать? В те ворота? Тут еще покружиться нужно как-то. Блин, а тут бы на площадке прямо выгружать. Нифига. Мне сюда заезжать нужно? Так. Нужно будет загнать сюда этот мазик. Самый. Основной. Так. Ну все. Ну, честного. А, повышай-ка. Вот раз я туплю. Ах, так сказать, честного не так-то. Не знаю, что-то будет меняться. Блин, или лучше выехать отсюда? Да, нельзя идти. Пофиг же, да? Или нет? Ой, не, они шевелятся. Они шевелятся. Серьезно? Прикинь. Вы же знаете, да, что это такое? И зачем оно нужно? Прикольно. Прикольно. А я тут, понимаешь ли, катаюсь. Может, мы могли бы и тут мост сделать? Это шплиты, которые можно юзать, чтобы ремонтировать этот, переезды всякие. Короче, я на них паркуюсь. Или не надо парковаться? Не, наверное, не будем парковаться. Да стрёмно парковаться здесь. Хоть и хочется. Ну, просто вдруг там сейчас начнется стройка, и что-то там построится, что-то залагает, потом вези заново. Заново везти я не хочу. Так. Второй клиент. Офигеть, еле вписался. Песочек наш любимый. Во, хороший угол, чтобы мне удобно было выехать. Разгрузить. А, блин, слушайте, а мы же одним мазом все не выгрузим. Можно, конечно, сделать дебилизм, но это времени, мне кажется, больше уйдет. Типа один маз, ну, с него выгрузить, например, две бочки с топливом, и все. Так, все, мазики, настало ваше время. Так, две бочки с топливом. А, так тут прицеп нам не нужен. Четыре цемента, две бочки с топливом, два бетонных блока. И там два. Короче, тот может без прицепа заезжать. А этот целиком должен заехать. Запускаем движочек и поехали. Хотя бы ехать недалеко. Зато сейчас комплекс альфа будет практически закончен. Ну, хотя там нужно будет, по идее, еще что-то подвезти, мне кажется. Может, по-моему, там что-то еще было у нас. Лебедку можно чуть подтянуть поближе. Еще она не тянет. Тянет через раз как-то. Нажала, она мрагнула и все. Не так, что ли? Очень странная штука. Ну, да ладно. Кстати, мы на повышайке тронулись снова. Что-то кажется, сейчас сдохнет. Или нет. Ох, нифига там булыжники. Главное, чтобы прицепчик проехал. Проехал. Отлично. Тогда можно не переживать. Даже ехать близко осталось. Сейчас только прямо. И что это было? Что мы не смогли ехать? Тяжело ему. Давайте еще раз повышайку попробуем. О, у меня, кстати, кофеечки есть. Я про него уже забыл. У церкви запор есть. По-моему, мы там что-то забирали. И там забора не было. Или мы его сломали тогда? Тяжело ползать здесь. Я не помню, даже мы тут на мазах с прицепами ездили или нет. Или мы типа только на одном тут с прицепом катались. Видите, да? Они отъедут, они проваливаются. Хотя колеса по площади контакта, мне кажется, что они поменьше, чем на Кразе и на Пазике. И проваливаются меньше. Если бы они проваливались и ехали, я бы понял. Типа, знаете как? От веса проваливается, достает до твердой поверхности и все. И валит. Тут что-то как-то все иначе работает. Так, на подъем же мы не выйдем, да? Такой прям автопоезд. Не, поднялись. Причем нормально поднялись. Вот сейчас в грязёке будет, как всегда, веселье. Давайте, наверное, возьмем правее туда. Ну вот так вот. Видите, как хорошо ползет. Даже не буксует. Все. Ну, хоть как-то. Хоть на одном луже объехали. Блин, этот все равно догоняет. Прикинь, почему он, оказывается, все равно быстрее. Не, уже не быстрее. Уже мы его тащим. Думал, обгонит. Может, потому что на автомате. Сейчас на автомате догонять начнёт, наверное. надо немного поведен. Вот так вот. Никогда слышно. Давайте автомат попробуем Прицепы хорошо, так грызики сидят Так, можно уже запас Поворот брать какой-то Ну тофиг, выедем еще Тащат, да? Угу, тут что-то так тяжело идет Даже на автомате Не понял, надо остановиться И заново тронуться Во, вроде бодрее Начал двигать Может у него топливо закончилось? Что-то он вообще не хочет сзади там ехать Я думал сюда даже О, повышайка едет Нет, не едет Не едет автомат Думал на повышайке сейчас выйдем Нифига не выйдем на повышайке На автомате сейчас будем крапкаться Главное не подскользнуться здесь Вторая Повышайку раз, раз, дыхает Но ехал только что на второй Видели? Камушек Не сдвинулся Думал сейчас остановит нас Блин, отсюда смотришь Подъема уже нет Раз поворачиваешься Такой угол О, солнце появилось Которое мы не видели ни разу Все, давай второе Ну давай Что-то не может второе Должен раскрутить Не хочет Ну, поехал Наконец-то Нафигеть Сколько топлива ушло На эту поездку Мы, кстати, уже можем Все Вылить себе в этот Фигню-то В бак Который называется Фигню-то говорю Так, ну Надеюсь Все будет хорошо Подать вроде как Нам некуда Самое интересное Что прицеп Нескорамник Типа центр тяжести Получается ниже будет У груза Но в то же время Все равно Его перевернуть легче Чем обычный прицеп Который высокий Может он только вид Такой имеет Что Должен быть устойчивый А по факту Наоборот сделали Да Ух Он реально Чуть не перевернулся Сейчас Задний прицеп Но топлива ушла куча Если бы мы ехали В одну харю Думаю У нас бы сейчас Оставалось Литров 200 Достаточно ASH но нормально заехали не помню но на следующие а на следующие плиты нужно будет тогда ладно тогда прицеп отцеплять не будем когда будем заезжать туда ой фух колесом разбыл мне так кажется сейчас как и задом буду сдавать я даже не представляю нужно будет как-то ювелирно это все делать с таким делом я не умею задом ездить так осталось два бетонных а может есть данными там где мне нужно спереди в теории развернуться можно здесь на этом пятачке но мы сейчас тут развернемся точно как раз по льду хорошо скользит прицеп поэтому перевернуть нас вроде как не должно у нас тут такой круг почета выходит я щас буду выезжать вот сюда куда-то чтоб тот мог проехать а сам стану тут прямо на проезде и никому мешать получается наверное не буду типа как-то так так карта 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 поехали зигз нет подожди бетонная плита сказал нужно нужно сейчас или на следующую миссию на же тут еще под миссия есть бетонным надо сейчас нужно хорошо сейчас как раз два бетона блок разгрузим на прицепе еще останется фигня какая-то вот так слушать если у нас на прицепе сняться фигня на крайняк можем что-то вот с этих перегрузить и оставить здесь на на этом прицепе и пусть он валяется а потом сгоняем за другим прицепом нифига сколько топлива осталось ну тут прям пободрее с топливом в этом мази тут же сейчас мусор нифига не уберется да потому что в миссии еще не полная что-то строится на слеп мусор немножко убрали чтоб я там мог легче проезжать спасибо доски нужны средние трубы нужны металлические балки нужны у нас нифига нет нифига физика хорошую облачку что мы ступенькой не дотронулись до них уж удивительно на самом деле так но смотрите балки доски вся фигня это нам ничего не нужно получается нишся отсюда выйду куда-то в снег здесь по снегу можно будет нормально развернуться просто этот песок нам пока что девать некуда и 4 место да так пока что глушим что нам нужно сейчас куда-нибудь прыгнем до мелкие трубы на этом на пазике на пазике мелкие трубы нам сейчас нужно вот эти балки выгрузить потом нужно будет а за средними нужно ехать на этом крыш прицепа нужно будет поменять сейчас потому что нужно будет за средними сгонять ой так балки есть остались средние трубы одна я знаю где у нас лежит вторая ходу нужно делать с нуля на заводе ну как раз на возвышенность чтобы было удобно открепить все потому что нам нужно будет грузить а тот как бы загружен прицеп мы сейчас тот аккуратненько где-то отцепим чтобы он не опрокинулся это блин нажал уже на этот бандит нифига топлива мало надо площадка поровнее немножко но отлично было бы сейчас смешно если бы он отвалился и упал бы на бок но я бы не удивился этому а доски от доски с этого завода нужно средние трубы где у нас ось завода доски я говорю ну вы поняли средняя тут получается делать нам нельзя а тут есть средние трубы нет а тут нет то есть средняя только на заводом соответственно на заводом на заводах нужно два рулона на средние трубы а здесь есть нет но здесь эти смотрите 21 мы можем прицеп загрузить как бы да чё скажете можем загрузить прицеп весь там на том складе нам тогда придется еще какой-то где-то нарыть но у нас есть две четверки лишних короче мы сейчас прицеп загрузим сюда привезем а потом если что поперегружаем некоторые грузы вот на эти прицепы потому что у нас две четверки еще есть ой куда я поехал нам же за прицепом нужно две четверки есть а пятерки по идее нужны будут и четверки нужны будут короче поэтому проще эти четверки загрузить а за другими съездить как раз там и дрова можно привезти так сейчас едем на склад вот сразу заправимся кстати тут цистерна есть нужно будет заправляться нужно будет а мы если чё подгоним этого ярика сюда блин средние трубы придется вести фиг знает куда металлические рулоны и делать их но рулоны нужно будет тоже так по хитрожопому вести потому что если там реально нужно их много нужно будет на я не знаю один масс какой-нибудь отправить и забрать там просто целую кучу всякого барахла ну как то так ну как то так повышаю очко то что он вздыхает так наши трубы мы еще сразу загрузим так как нам удобно так причем не могу краном пользоваться потому что стою на погрузке на на потому что тормоз потому что заглушил хочу опорта выдвигались снегом уже бедные покрылись так что мы грузим средние закончились так рецепт нужен кирпич кирпич бетонные блоки все то есть склад этот уже не склад тут нам делать нечего но хотя бы на карте подсвечиваться не будет потому что здесь уже ничего нет сейчас мы трубы отвезем а дальше будем думать чё куда перегружать или просто бросить там эти короче не знаю даже четверки бросить или фиг я знаю что бросить хотя одна четверка есть топливо можно не тратить на одной было бы неплохо вообще поехали в другую сторону короче сейчас решим одну трубу выгрузим нужно будет одна труба и доски доски тут по моему нужно будет много поэтому есть смысл загрузить один масс полностью на 6 штучек и все и не париться нужно будет все равно проверить сколько их нужно реально ну что друг нужно будет 5 поэтому тогда смысла не будет нам грузить все шесть штук хотя мы их там столько наклепали из дров что мне кажется у нас там запас просто бешеный по этим доскам странно что урона нет а шесть в реликет а урона нет на следующую миссию нужно будет заново все перепроверять потому что мы сейчас только навезли что я уже запутался что нам нужно что нам не нужно и раз мы туда поедем два рулона туда повезем нужно будет что-то еще там натворить навертеть ну из того что нужно в идеале нужно было наверно список составить не просто вычеркивать лишнее бабах не чуть не умазался сам интересно что нафига все все технику выбросал если нам нужно будет на другой въезд ехать разгрузить так две деревьяхи нужно и одна труба две деревьяхи одна труба так что у нас есть что у нас есть нифига не видно ночью что у нас есть ой я карту мира нажал хотел время пропустить так два цемента а нам нужно еще два цемента туда привезти давайте чекать ой никто нажал карта так комплекс альфа две доски нужно и одна средняя труба одна средняя труба делается здесь из из двух наверно рулонов поехали проверим из скольки рулонов она делается чё за нах чё она не работает а чё до этого было не так миссия была типа открыта о миссии что ли нифига камаза топлива сколько прям бодренько себя чувствует блин расход его конечно поражает 3 литра блин на камазе на каких-то едешь двадцатка до 3 литра ждут за складом никакой прицеп не стоит гроб только какой-то и все понятно так да ну кирпич и один цемент один песок балки три штуки две средних трубы два рулона ну подожди смотри если кирпичи нам по-любому нужен был один цемент один песок а не то что одно или то или то соответственно на три балки нужно две трубы два рулона а на средние трубы нужны одни малые и два рулона а не дохрена ли а малая где брать здесь и ёпта ух а тут рулоны то есть тут надо взять два рулона две трубы а сколько мы трубных мы этих средних то получим одну одну среднюю получим офигеть но привести нужно 4 нормально нормально мне все нравится но не очень так значит давайте чекать просто список что нам сколько нужно чтобы понимать сколько чего нужно ввести предлагаю реальный ой щас немножечко составить так металлические балки мы их уже привезли до альфа бета давайте отсюда начнем 2 ой 4 а то есть нам средний еще нужно будет блин капец как много нужно всего это издевательство не проще не записывать у меня на крышу поедет все записывать слишком много записывать там нужно нужно просто сейчас брать и что-то вести так что нам в идеале тогда взять чтобы далеко не ездить в идеале тогда взять тут два рулона сюда заехать за кирпичами и того 4 сюда за маленькой трубой и того 6 это на мази все потом едем сюда выфигачиваем это все делаем две ну одну точнее среднюю трубу и тут берем недостающий цемент потом еще что-нибудь что нам нужно и нам как бы сюда уже за кирпичами ездить не придется кирпичи все равно нужно будут короче нужен пустой масс на очень долгую поездку или не очень долгую мышцы наверно через лица пилку проскочим ну да и на склад потом за кирпичами блин кстати вот эти кирпичи не помню забирал не забирал прикиньте если их не забирал а есть что-то рядом у нас давайте можно я реки посмотрим съездим или на чем уазик из гаража долго бы давайте на я реке с прокатимся что они не подсвечиваются когда выбираю кирпичи есть подозрение что и их там и нет просто если их там нет то мы чуть по-другому грузиться будем давай ползи 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 тяжело видно ему ничего не поделаешь сейчас со спуска будет весело главное не опрокинуться эти деревья вроде есть но всякое бывает вы со спуска нужно аккуратно осторожный сам газ в пол топлю даже урона никакого нет офигеть фары включены не выключены так сейчас через реку туда заглянем на мазе реально придется сделать долгую поездку единственное что лед спасет по льду можно будет быстро туда заехать нам все равно нужно будет еще за малыми трубами заехать так вроде поехал автоматик интересно что будет если не тормозить мне все отрабатывает вообще пофиг на ресорах еще так я не знаю тут я пройду или нет поэтому еще сгоню тупо без остановки чтоб перепрыгнуть на вот это воткнулся кстати проехал но воткнулся капитально так где там въезд наверх вот сюда получается и вот сюда просто но сейчас может реально оказаться что мы там уже забирали их когда-то потому что мы тут давно катались насколько серии тут отснято потому что я реально их оттуда забирал и типа тоже так думал типа они в сраке лучше сразу забрать такое вполне могло быть но если они там есть даже хорошо кстати нормально тут въезд наверх отличный прям есть кирпич и сейчас хоть отметим что не забывать про них отлично так но раз кирпичи есть значит тут все прекрасно понятно что мы будем сейчас делать да 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 мазик тебя мы отсюда хлоп так заправить этого топлива должно хватить может быть и вот от этого нужно отфигачить прицеп открепить поедем сейчас за другим прицепом я забыл извините вот это я выдал так надо заправить тоже вот это я выдал кстати доски посчитаем сейчас если что доски привезем тоже все ну я на этом пока потащу пока возможно чтобы сэкономить немножко топлива потому что этому еще дальняя дорога предстоит заправляться там только камаз есть был бы на заправку там не хочется заезжать время тратить ну в принципе кстати удобно стоп бабах ну а сейчас сразу тогда посмотреть реально сколько дров нужно две доски потом бета идет альфа да две доски четыре доски гамма альфа ну вот тебе и получается четыре доски всего нужно бета две гамма не надо не альфа две то есть у нас останется восемь досок то есть у нас останется восемь досок прикольно так то не восемь досок тогда есть смысл что сразу все доски не забирать взять только две доски и потом этот как его с досками заехать на завод и из металла изготовить какие-нибудь большие трубы которые нам все равно нужны будут и отторобанить прицеп потом когда еще раз за досками приедем мы возьмем еще один прицеп который там еще один есть и все у нас там будет четыре прицепа валяться только прицепы нужно будет где-то тут бросать на подъеме или я не знаю вот тут на мосту потому что с ними очень все непонятно куда там нужно будет это все подвозить я ж не знаю поэтому придется угадывать так а че мы наверное сразу на лед спустимся да только надо этот отметить что въезд вот здесь то я проеду случайно мимо так вот где-то тут будем спускаться тут кстати кирпичи потом еще нужно будет забрать точно один кирпич потому что нам кирпичей будет не хватать так вот не четок поехали отлично камень там застрял движок надо запускать то не смогу его тащить с камнем нужно чтоб он сам тоже прогазовал его все вроде да не могу и и и и и и тут интересно провалимся нет должны же нифига текстура льда такая что должны проваливаться не провалимся почему-то еще дальше нужно ехать слушайте а трубы то бесконечно у нас по ходу здесь есть прям рядышком да но нет но кирпичи кстати тут много это дерьмо не игра просто дерьмо знаете этот момент ждал серии последних наверно штук пять потому что я постоянно об этом говорил типа я говорю странно что мы еще на эту фигню не попались мы попались на эту фигню шифер на колеса станет подвески отбила так за дровами почти уже добрались на средние трубы у нас еще будут не скоро снова рядышком прям но как по-другому проезжать то в реальной жизни такие куски льда не будут взлетать нож не бесит просто тонну наверно весит у нас они это взлетают будто это пушинка какая-то но а а а а а и а а а Так. Раз. Два. Поехали дальше. Мы просто на повороте разъедемся и все. Тут хоть немножко вместе прокатимся и сэкономим. Так. Так. Сюда зацепляем. А на этом едем за прицепом. Ну как полетел сразу, да? Сюда или нет? Я уже не помню. А, да, сюда. Там большие точно были, но возможно на последнюю там фазу на эту. Но нам пофиг. Нам главное загрузить и что-нибудь привезти. Мы тут проедем, нет? Все нормально, проехал. Думаю, тут позастрем немножко. Сюда еще вписаться нужно. Есть контакт. О, как раз прицепчик стоит удобно. Сейчас мы его и заберем. О, Ленин. Угу. Еще попробую подъедь к нему. Угу. Еще попробую подъедь к нему. Есть. Да ты орешь. Боже, почему так все сложно? Ну, то есть мы не загрузим сейчас большую трубу. Мы ее не загрузим. Потому что нам нужны сраные средние трубы. А чтобы сделать средние трубы, нужно поехать просто в сраку мира. Боже. Охренеть. У нас есть здесь средние трубы? Просто оно... Топливо. Дайте мне средние трубы здесь, на этой карте. Я прям буду счастлив. Большая труба. Большую трубу мы отсюда повезем. Вот это сто процентов. Я не буду ее делать. Если мы не будем ее делать, то нам рулоны и не нужны. Как бы. На секундочку. Как бы на секундочку, но в таком случае рулоны не нужны. Если нам рулоны не нужны. Да, ну реально. Смотрите, средняя труба. Чтобы средние трубы сделать, нужно повезти. Взять рулоны. Взять маленькие. Повести. Тогда сделать среднюю. Потом среднюю сюда привези. Привези два рулона. И сделай одну большую. Там мне проще реально с средней картой приторабанить. Бетонные плиты я тоже делать. Не знаю. Буду не буду. Пока что нет. Металлические балки лучше со склада привезу. Давайте смотреть, рулоны нам нужны или нет. Так, тут нет. Бета. Большая труба. Средняя. Малая. Бетонная. Деревянная. Металл балка. Цемент. Блин, почему рулоны не нужны? Я их просто привез сюда. А тут рулоны бесконечные, да? Да. Тогда нет смысла их отсюда забирать. Хотя нет. Есть смысл отсюда их забирать. Все рулоны. Потому что отсюда их вот сюда привезти быстрее, чем отсюда туда. Да? Да. Так может нам тогда проще на этом сейчас сразу хлопот сюда заехать, забрать кирпичи и просто сюда даже не заезжать. Тут взять две малых трубы, а тут четыре рулона. Потому что нам средних нужно сколько? Давайте средние посчитаем. Так. Начнем с гаммы. Средние один. Два. Бета. И сейчас еще три средних нужно. То есть тогда в идеале вот эти шесть рулонов забрать. На этот прицеп я даже не знаю, что с ним делать. Заехать сюда, загрузить. Потом вот это дело загрузить. Ну, бетонную плиту, там топливо может какое-то. Вот этот кирпич забрать. То есть три кирпича, бетонная плита, один и что-то еще. А тут выехать просто из гаража и сразу на склад за малыми трубами. С новым прицепом. А на этом получается просто загрузить рулоны и все. Ну, точнее сюда все равно еще раз возвращаться. Поэтому проще доски отвести, а потом приедем сюда за рулонами. Как-то так. Не для экономии места. Мы, наверное, где-то тут его бросим. А потом уже поедем вместе на двух мазах. И один будет поехаться в гараж. Как-то так. Ну что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, с вами был Алекс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok